А вот предприниматели столицы жалуются на варварские действия местных властей. Дело в том, что вывески магазинов, кафе, аптек и других объектов бизнеса демонтируют из-за несоответствия единому дизайн-коду Астаны. Алишер Рашимов продолжит. Этот магазин Асем Даирова открыла в августе. Вывеску для него согласовала в управлении языков и заказала, потратив на нее больше 200 тысяч тенге. Установив ее, дело пошло в гору. Все было хорошо до тех пор, пока местные власти не нагрянули без приглашения и не сняли вывеску самостоятельно. Нам заявляют, что нужно менять вывеску, что не соответствует стандартам. Сказали, что если, допустим, у нас стекло, на стекле не должно быть подложки. У нас была черная подложка и на этом фоне у нас были размещены буквы. Теперь нужно это все менять, это лишние расходы для нас. И как сняли вывеску у нас, и реализация упала. Сейчас женщина обивает пороги профильных управлений, согласовывает новую вывеску, которая ей обойдется в 250 тысяч тенге. А то и больше. Почему Акимат не вручил соответствующее уведомление? Этот вопрос для предпринимательницы остается открытым. За ответами обратились в Астана Шарнама. Демонтажные работы идут законно, утверждают специалисты. Они беседуют с предпринимателями и вручают им уведомления. Правда, не лично в руки. Если объекты бизнеса находятся в жилых комплексах, то такое оповещение приходит председателю ОСИ или КСК. Есть ли вероятность того, что последние извещают бизнесменов? В этом специалисты Астана Шарнама не уверены, но знают лишь одно. Предприниматели зачастую пренебрегают эстетическими требованиями, то есть делают вывески, рекламу большими, огромными, заметными. Установлено понятие «единоархитектурный стиль». Основными параметрами его являются цветовые решения, отделочные материалы. Теперь новые вывески, согласно единым правилам, должны быть на тонкой подложке нейтрального цвета, либо вообще без нее. А буквы и логотип соответствуют размерам вертикальных разбивок здания. Если же щит носит рекламный характер, то он облагается налогом, говорят специалисты. Ежемесячно за него нужно платить от 7 тысяч тенге. Все зависит от вида вывески. Ежедневно в столичную палату предпринимателей продолжают поступать жалобы. Бизнесмены в недоумении от варварских действий местных властей. Даже дошло до такого, что, например, банк «Центр кредит», у них тоже филиалы начали снимать вывески. То есть мы понимаем, что есть разные компании, у которых есть утвержденные, скажем, свои облики, цветовая гамма и так далее. То есть по закону они не имеют права даже просить бизнес, чтобы согласовывали по закону. Это рекомендательный характер. То есть бизнес может по своему дизайну ставить, понятно, должно как бы облику соответствовать более-менее, но тем не менее эти нарушения были выявлены. Работы по демонтажу вывесок и наружной рекламы, которые не соответствуют дизайн-коду в столице, начались еще в мае. На сегодня порядка 7 тысяч уже сняли. Сколько планируют еще, остается только гадать. Алишер Ашимов, Мейрам Женосов, Жандос Битабаров и Арман Акшабаев. Хабар-24.